Вековой юбилей нашей республики мы будем рассказывать вам о людях, являющихся ее неотъемлемой частью, носящих свой неоспоримый вклад в экономическое, научное и культурное развитие. Имя Зарима Аджиевой хорошо известно всем, кто неравнодушен к этническому прошлому Карачая. Много лет дизайнер-модельер занимается возрождением карачайского костюма. О том, как создается истинная красота, расскажет Шерифат Лепшокова. Карачаевское этническое платье – как символ чести, гордости, скромности и мягкости. Но как передать в материале все эти черты? Задача не просто сложная. Недаром в старину так ценился труд Залташвейки и мастера по крою. Глядя на платье Зарима Аджиевой, закрадывается мысль об ее особенном секрете мастерства. В разговоре с ней понимаешь – дело в многолетнем опыте, любви к своему призыванию, желание дарить обладательцам Чепкена платье, чувство радости от сопричастности к истокам, настоящему искусству. Наряды дизайнера-модельера отличаются особой декоративностью и сложностью. Раньше парадные платья шили и передавались с поколения в поколение. Нынешние модницы могут смело следовать этому примеру. Каждое изделие Зарима Аджиевой имеет оригинальный рисунок. Мастер еще ни разу не повторялось. В своих работах она зачастую использует карачаевский орнамент, основные признаки которого – роговые завитки, переходящие в трилистник. Раньше рисунок на платье выполнял сакральную функцию – защиту от сглаза. Лишь позже став декоративным элементом. Возглавив союз дизайнеров карачаи и Балкарии, Зарима Аджиева надеется популяризировать этнический костюм, способствовать развитию родной культуры. Это мастер-классы. Мы меняемся, обмениваемся опытом. Девочки из Кабардино-Балкарии, они плетут галлоны, делают разнообразные кисти, шапочки под старину такие делают. Здесь вы видите, вот к моим платьям представлены платки, которые девушка, одна из этих девушек, она вяжет сама вручную. И она мне их предлагает к моим платьям. Участник и победитель различных конкурсов в России и за рубежом Зарима Аджиева вместе с Земфирой Бекбулатовой, тоже представлявшей союз дизайнеров Карачаи и Балкарии, совсем недавно стала почетным участником 40-го юбилейного празднования Дома моды Славы Зайцева в Москве. Программа включала в себя множество мероприятий. Посещение музея одежды мастера, знакомство с его поэтическим творчеством, встреча с коллегами из России и других стран. Всего в Доме моды было представлено 15 коллекций. Почетную миссию поставить финальную точку в праздновании юбилея предоставили нашим мастерам. Поднародную карачаевскую музыку «Гапалау» в исполнении Руслана Качиева. На подиум вышли модели в платьях, являющихся частью культуры и гордостью карачаево-балкарского народа. Извершающая коллекция сегодняшнего показа – мода с карачаево-балкарским акцентом. Кабардино-балкария, карачаева, черкесия. Дизайнеры Зарема Аджиева, Зимфира Бекбулатова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Платья с вышивками ручной работы никого не оставили равнодушным. Высокую оценку мастерству дизайнеров дала и председатель Ассоциации модельеров России Валентина Мельникова. Это по ее инициативе карачаево-балкарские платья завершали празднование. Особую радость показы доставили и самому мастеру Вячеславу Зайцеву. Но когда он в этой атмосфере, он ожил, он светился счастьем, он сидел хлопал, потому что действие, вот это происходит на подиуме. Ну, он просто был счастлив, что вокруг него все это кружится, что это кружится и движется все в его доме. Он говорит, что в третьем тысячелетии я не ожидал, что мода будет настолько однообразной, и только в национальной одежде можно проявить, показать красоту. Создавать эту самую красоту Зарема Аджиева начала с юности, если не сказать, что с детства. Ведь первое платье для куклы было шито из маминой занавески в пятилетнем возрасте. Судьба девочки была предопределена. Она получила два образования, преподавала технику шитья, но желание создавать карачаевские этнические платья не отпускала. В семье вместе с традициями бережно хранилась и реликвия – серебряный кемар, пояс. Через годы он украсит шитое ею платье. В каждом из них колоссальный труд и душа мастера. При виде ткани мысленно уже разрабатывается рисунок. Вручную он наносится бисером, а то и жемчугом. Применяется техника золотого шитья. Каждое из платьев – произведение искусства. И сегодня мастер, несмотря на наличие помощницы, отслеживает весь процесс. Шьет и сама. Ответственна во всем она верна принципу «хочешь сделать хорошо – сделай сам». Карачаевское этническое платье не допускает фальшивого формального отношения. В нем душа народа и душа самой мастерицы. Шерифат Лепшокова, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия.